Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, начавшаяся в регионе полтора года назад, никак не наберет темп. Жалобы остаются как со стороны жителей, так и компаний, которые работают на рынке обращения с ТКО. Удручающее состояние контейнерных площадок, неузаконенные пункты временного накопления, устаревшие полигоны. Чтобы изучить ситуацию не по отчетам, а что называется своими глазами, в районной области отправилась целая делегация. У нас все было хорошо, пока тяжеловозы не стали ездить и вывозить эти контейнера. Конечно, они разбили, у нас же дорога не была предназначена для таких больших тяжеловозов. Мусорные вопросы, как оказалось, далеко не всегда про мусор. Жительница дома 18 по улице Маяковского в Котласе показывает разбитую к дому дорогу. Котлашане беспокоятся, что здесь скоро и легковой автомобиль не сможет проехать. Правда, пока не ясно, кто должен заниматься ремонтом этой дороги. Есть фото до 1 мая и после 1 мая. Ну, только, пожалуйста, не пятилетней давности, а вот апрельская фотография хотя бы конца. И вот май. Вопросов накопилось немало, как у жителей, так и у депутатов. Качество содержания муниципалитетом подъездных путей тоже страдает. Если управляющая компания, которая обслуживает этот дом, заметила сегодня, что у нее повреждена дорога, соответственно, она должна в срочном порядке, она составить, не знаю, там, протокол, поговорить с людьми, составить заявление, выйти на администрацию, выйти на перевозчика и, соответственно, вопрос бы исчерпан был. Состояние полигонов, контейнерного парка и организация вывоза мусора. На это направили внимание представители регионального оператора, правительство региона и народные избранники в поездке по югу области. Решать проблемы придется сообща, поскольку зоны ответственности у всех свои и закреплены законодательно. Работать надо, если коротко, над модернизацией контейнерных площадок, над улучшением подъездных путей контейнерными площадками и на картах полигона. На встрече с жителями много вопросов звучало о новой территориальной схеме по обращению с ТКО. До 28 июля северяне могут внести свои предложения по документу и Котлас не стал исключением. Во-первых, грамотно донести до людей новую территориальную схему, чтобы люди понимали о том, что нам это несет, чтобы люди понимали, что это только на благо нашей Архангельской области, чтобы люди понимали, что это единая, целая система. Согласно терсхеме, в Коряжме предполагается строительство мусоросортировочного комплекса, который замкнет на себя потоки отходов с юга области и позволит снизить нагрузку на полигоны, направляя на переработку основной объем. Такие комплексы предусмотрены в Няндаме и в столице Поморья. Это основной объект, куда поступают отходы, прежде чем попасть на полигон. Они должны быть там расформированы по фракциям. Наиболее значительные фракции, которые могут быть применены к вторичной переработке, это стекло, железо, пластик. Совместная поездка представителей регионального правительства, экоинтегратора и депутатов показала, что жители ждут открытого диалога и готовы к обсуждению разных вопросов, связанных с реформой системы обращения с ТЭКО. Экология – дело общее. Дмитрий Черноусов, Нина Машкова, Нелли Филатова, Николай Илсаков. Регион 29.